Историю о затянувшемся строительстве хорошо знает Дмитрий Христолюбов. Главный по дорогам в Омской области констатирует – график работ сорван. За 8 миллионов успели сделать земполотно. Ещё 47 миллионов рублей возвращаются в бюджет. Мы их опять Омскому району в четвёртый раз уже вынуждены будем дать в виде субсидий. И Омский район опять будет торговать, опять определять подрядную организацию. Ну, как дальше там будет, я думаю, Омский район сделает выводы и уже постарается, чтобы мы в 2018 году закончили. Жители деревни все последние месяцы осаждают кабинеты чиновников. Вот в октябре перед окнами правительства области проходят пикеты. Были мы и у Христолюбова, были мы и у Долматова дважды. Это глава Омского муниципального района. Везде нас уверяли, что строительство к дороге в этом году наконец-то закончится. Строится на три года. Но сейчас ни одного транспорта нет, техники нет, строительство не идёт. А вот в сентябре жители выходят на сход. Тут в основном митингуют пенсионеры. Они говорят, в выходной день сюда бы вся деревня вышла. 18-го портсъезда это 80 дворов и 300 жителей. Один из них, водитель Владимир, вновь везёт в школу детей по разбитой дороге. Любые осадки превращают её в полосу препятствий. Он может улететь в кувет, это же глина. Один раз улетел, помнишь тогда, ко мне-то подъезжал. Ну, улетала, куда деваться. А если что случится? Для детей поездка в школу – это настоящее испытание. Ты такие кочки так заносит, ты боишься, что вылетишь. Разбитая дорога на бетонке. Ты можешь ужасно ездить. Первый замглавы вспоминает, что в 2015 году администрация Омского района поздно подписала контракт с подрядчиком. Да и в 2016-м чиновники объявили результаты торгов лишь в конце сентября. Но вину муниципалитета Александр Плукчи отрицает. В этот раз, говорит он, виноват подрядчик. Делать нужно, чтобы заходили наши дорожные службы, именно государственные предприятия, и забирали контракты, которые и прибыльные, и, наверное, не совсем интересные. Ну, их как-то объединять в один лот. Вот это, наверное, будет выход. И чтобы не получалось так, что заместители министров говорят о том, что вот недорабатывает район. Ну, чтобы вот этого не было. Говорят так. Да, говорят так, да, интервью я тоже там внимательно посмотрел, да, Дмитрий Игоревич об этом сказал. Дмитрий Игоревич же сегодня объявил, что вносит подрядчика дороги в черный список. Это значит, что выиграть торги в следующем году ему будет сложно. Впрочем, замдиректора фирмы по строительству Армен Испирян еще на встрече с жителями пенял на условия контракта. Так что, возможно, подрядчик обратится в суд. Но самое главное, жители 18-го партсъезда вновь уходят в снежную зиму без нормальной дороги. Евгений Нефанов, Максим Мартынов, Юрий Дорошенко и Сергей Гаврилов. Антена 7.